Проекту Деревенское счастье исполнился год, ровно год. Каждую субботу мы выходим в эфир телеканала Первый Крымский, чтобы рассказать вам о счастье людей, которые живут и работают в селе. Деревенский труд, конечно, не прост, но наши герои уверены, что жизнь в деревне наполнена счастьем. За эту уверенность и за их искреннюю любовь к родной земле сегодня мы хотим сказать спасибо. Стадо коров в маках, козы, что живут в горах, ослики и лошади, кролики и нутрии, яблоневые сады, цветущие персики, клубника, лаванда, виноградники и поля пшеницы. Обо всем этом мы рассказывали в нашем проекте. И всегда наши герои, для которых сельское хозяйство не просто работа, а вся их жизнь, были рады поделиться с нами своими историями. А некоторые из историй еще и имеют свое продолжение. Так, первая часть этого выпуска будет посвящена Василию Любовецкому, который занимается сельским хозяйством около полувека. И все это время его работа связана с лошадьми. Синогорскими лошадьми вы познакомились в прошлом феврале. Сейчас мы продолжим наше знакомство, побываем на Корабее Ле, там, где они пасутся все лето, и попробуем парное кобылье молоко. Горные просторы влекут нас за горизонт. Но для начала мы все же съездим туда, где парное кобылье молоко уже ждет нас и остывает в кружке. Именно из такого молока потом делают кумыс – очень питательный и полезный напиток. И, пожалуй, именно кобылье молоко и кумыс оказались самым удивительным из всего, что нам удавалось попробовать. Вот здесь, в основном, перед вами чистокровная башкирская порода лошадей. Это очень неприхотливая лошадь. Она по сравнению с своими размерами и весовыми данными, у нее высокая отдача как в мясном, так и в молочном направлении. И когда проводим контрольную дойку, у нас построен принцип такой, что если она не дает нам за максимум четыре дойки и четыре поддойки, за четыре дойки она не дает пять литров молока, мы тогда, естественно, ее отправляем на пастбище, оттуда берем другую кобыломатку. Если на пять литров нам не дает, то тогда ничего не остается лошонка. Он будет страдать, он не будет развиваться. Пройдет лето, он не будет в полноценном развитии войдет в зиму. Мы заинтересованы как в приплоде, так и, естественно, в молоке. Она с рефлекса доится. То есть, видите, вот по туловищу идут такие наполненные вот эти артерии, такие вот те самые, по которым, где вот есть это молочные такая артерия, которые из организма, то есть лошадь доится с тела, есть такое зоотехническое выражение, то есть с тела. А с тела она должна сработать рефлекс. Вот она зашла сюда на место, само условие, самое место, уже ее настраивать на то, что она должна дать молоко. Все очень зависит от профессиональной способности и готовности всех тех вот наших девчат, которые с ними работают вручную. Это особые люди. По-особому надо к этому относиться и иметь очень хорошие навыки. Опять же, не того, чтобы не мучить лошадь и не мучить себя. То есть, надо вот, видите, вот особые движения. Вот они не такие движения, как когда корову даем вручную. Они практически, видите, только верхними частями ладони. Не массируется весь сосок, как вот коровы, а только верхней части, верхней части. Вот несколько пальцев, вот три пальца где-то задействованы только вот в этом процессе. Какое мастерство все-таки. В свое время, когда мы были большие объемы, когда мы были работали на санатории-здравнице, мы доили и в горах доили, там были организованы нас дойки. И тогда было и машинное доение, и ручное доение. Но тогда объемы были. Обучаем кобылок молоденьких, обучаем, присмиряем. Да, конечно. Все бывает и по рукам бьют, и по пальцам. Ну а так, а потом они спокойно уже приучаются к нам. Я первый раз пробую молоко. Кобылье молоко. Это по сравнению с молоком блюдным, женским. Чтобы вы знали. Оно сладкое, оказывается. Это по-разному, что да. Вот так вот. И действительно очень вкусно. Вот впервые. Видите, мы были уже сюда, приезжали, но у нас не получалось тогда попить молока. А теперь вот получилось. И в этот раз мы свою задачу выполнили. Вот благодаря Ольге Степану и ее коллегам. Подкрепившись парным молоком, отправимся дальше. Пока просто понаблюдаем за тем, как после дойки кобылы вместе со своими жеребятами отправляются на прогулку. Для них эта встреча, пусть и после недолгой разлуки, особенно эмоциональна. Это очень трогательная сцена. Они там издают определенные звуки. Сразу же подбегают к своим мамкам. Быстренько хотят получить определенную порцию молока. Есть одна особь, она женского, так сказать, пола. Это кобылка. Она с колокольчиком. Здесь есть жеребец, который хозяин стада. Он не только выполняет функции здесь, как хозяин стада. Одну из функций объединяют они вместе с вот этой кобылкой, которая с колокольчиком. То есть она, наверное, будем так говорить, любимая жена в гареме. Когда идет на пастбище и везти где-то там на пастбище, когда есть там места, где есть более сочная трава, лучшая трава, вкусовые качества лучше, ее просто больше, то вот эти функции выполняет как раз кобылка. Он при стаде. Он охранник и защитник, кроме всего прочего. Но кобылка выполняет роль ведущего. И для того, чтобы конюху-оператору проще было их находить, он послушал. А, вот тронка. Причем эти тронки по-разному сделаны, она еще каждый издает звук. И человек, который постоянно работает, он даже по звуку знает, что это вот такая там кобылка, это такая-то кобылка. И сразу знает, сколько там находится лошадей. Теперь отправляемся в предгорье, где под склонами корабей яйлы лошади паслись на свободе все лето. В прошлый раз мы были зимой, когда уже все животные жили на ферме. Их собирают с летних пастбищ, когда в лесу опадает листва. Работа эта сложная и ответственная. Здесь ее выполняют профессионалы. Они стараются, чтобы для каждой лошади этот процесс был максимально спокойным и безопасным. Здесь у нас вот эта одна опорная база и вторая опорная база вот здесь в 6 километрах туда по бездорожью. Вот дорога пошла на ту сторону, по бездорожью туда в горах. Это где как раз и был основан Кумыс. Это село Пчелиное. Ему дали позже это название. Это был из двух домиков лесной кордон, там лесники там жили. А потом, когда подбирали место, то вот когда приехали специалисты из Башкирии и так далее, они выбрали именно там. Там особое, каньон особый, там много снималось фильмом, всадник без головы, там мустанги на ходе. Это горная, так сказать, равнина, горное пастбище его так называют. И здесь, естественно, основное житие, бытие всех тех лошадок, которые сегодня просто наращивают свое тело, растет молодняк, идет дело к зиме. У них вырабатывается в том, что у них начинает расти шерсть подшерстная, покровная вырастает. Это просто природная шуба, которая и согревает при морозе, и защищает от ветра. В конце октября мы собираем всех лошадей с разных косяков, с разных гаремчиков, собираем их здесь и накапливаем. Потом спускаем вниз. Там есть у нас условия для того, чтобы каждую лошадь осмотреть. Сформировать из молодняка жеребчиков в основном до трехлетнего возраста, до тех пор, пока не наступит половое созревание, он свою мамку знает. Мамка его знает. То есть, поэтому будем так считать, что вот лошадь, и в нее еще 2-3 поколения. Это весь ее шлейф, который... То есть она раз в год приносит потомство, и вот они до 3 лет, постоянно 2-3 жеребенка. Да, ну 2-3 жеребенка, да, да. То ли это кобылки, то ли это мальчики, то ли девочки, но тем не менее, все равно это такой генетический контакт поддерживается. Но у них очень близкие, очень трогательные отношения. Да, и в том, что они в любое время дня и ночи, они друг друга находят. Какую-то ласку они проявляют? Безусловно. Безусловно. Порой мама ухаживает за шерстяным покровом. Хочу сказать, здесь много и разные мошкары, и разные там какие-то могут быть повреждения, там случайные могут быть. Но эту роль выполняет мама, как и среди людей. Мама эти функции. Единственное, что она в аптеку не может пойти, и все остальное она выполняет. Вместе со своим же ребенком ходит и кобыла-каштанка. Она настолько приветливая и добрая, что не отказала мне в радости проехать на ней верхом. Здесь она трудится вместе с одним из конюхов, помогает ему собирать на корабе Яйле своих собратьев. Каштанка – это лошадь, она и лошонка еще, она из-под другой моей верховой кобылы. От лошонка я обучил ее в три года, и вот езжу на ней уже лет, наверное, восемь. И она тоже говорит, здоровая ты с нами. Я как лошадью видел первый раз, года в три я этим заболел просто, и до сих пор все это с ними. Работа для любителей – это не сложная работа, это просто удовольствие. Как говорится, как Конфуций сказал, что если хочешь не работать, выбери любимое дело, и это уже не будет тебе работа, а ну… И будет счастье такое, да. Мы были очень рады вновь пообщаться с зеленогорскими лошадьми и с теми, кто о них заботится. Их история продолжается, и нам бы хотелось, чтобы в будущем кумыс и кобылья молоко стали в Крыму вновь так же популярны, как в былые времена. И тогда лошади будут спокойны и счастливы от того, что помогают людям стать более здоровыми и тоже вполне счастливыми. Трудно ответить, в чем человеческое счастье состоит, а для лошадей они же чуть-чуть дальше от нас. Но, тем не менее, я думаю, что человек, когда приручил лошадь, он взял на себя неимоверную ответственность перед Богом, перед природой. О том, что если ты уж лошадь одомашнил, то будь добр, создай ей условия, чтобы она не чувствовала себя некомфортно. Они комфортно себя чувствуют в двух ситуациях. Или им надо создать такие условия, как на конезаводах больших, то есть идеальная чистота, идеальное санитарное состояние, сбалансированный рацион и все остальное. Или просто ее предоставить в природную среду. И как раз для нас, может быть, комфорт это не является счастьем, для лошади, мне кажется, это как раз счастье. То есть она должна находиться вот в той среде обитания, который ее, так сказать, Всевышний создал. Вот она, находясь в этой среде обитания, когда ее окружают соплеменницы, когда хороший вожак, который не даст в обиду, не даст в обиду. И когда есть созданы нормальные условия для обитания, да вот это, наверное, является, так сказать, счастьем. Из Белогорского района мы теперь спешим в Бахчисарайский. Там уже нас ждет вкусный козий сыр, наш старый знакомый козел Леопольд со своими белоснежными подругами, его новые коллеги по ферме, нутрии и разнообразные пернатые, и, конечно, глава этой фермы Александр Исаев. Фермер Александр Исаев был в числе первых героев нашего проекта. Сегодня выпуск, посвященный его козьей ферме, не в числе первых, он просто первый по количеству просмотров на YouTube-канале Первого Крымского. И мы этому очень рады. Поэтому и приехали сегодня в гости опять, чтобы узнать, как живется в козьем царстве спустя год, и какие секретные ингредиенты добавились в рецепт счастья нашего героя. Слова «У меня есть мечта» всегда могут остаться лишь словами, если не приложить к исполнению этой мечты хоть каких-нибудь усилий. Александр Исаев полностью изменил свою жизнь и начал заниматься фермерством всего пару лет назад. И можно только представить, каких трудов все это ему стоило. Но для него, за словами «У меня есть мечта» всегда следует план по ее исполнению. Мечта была простая. Хотелось найти уютный уголок, хотелось заняться делом для души. Я очень люблю животных, всегда всю жизнь с ними рядом. И здесь вот как раз совпала такая возможность совместить возможности и желания. Практически все, без исключения, приходят и говорят, «Ой, нам бы козочку погладить, ой бы нам там что-то где-то вот». Ну, а сложности с ветеринарным контролем. На ферму всех подряд возить нельзя, потому что это опасно и неправильно. И вот эта идея сама как бы жизнь подсказала, что нужно создать такую маленькую ферму, как контактный зоопарк. Раньше было название «Контактный зоопарк». Создать эти условия для того, чтобы люди пришли сюда и в полной мере получили удовольствие от того, что здесь есть. Голуби, вот, несколько пород кур, вот, индюки, кролики, нутрии, утки, гуси, козы. Ну, куда же без главных царствующих особ. В связи с тем, что технология предусматривает периодическую замену производителей, даже в течение периода гона, вот, ну, козел устает. Конечно. Он приходит, бедолага, теряя, ну, как увидит столько женщин вокруг, и у него сразу проблемы начинаются, переживать начинает, что как же так, вот. Потом проходит время, он устает. Нужно поменять. Куда деть? Там держать нельзя. Козел, если видит стадо и загорожен, он бьется до такой степени, до крови, что ее хоть связывает. А здесь в стороне, ну, кричат, вот они обижаются, слышите, что вот сюда загнали. Ну, они тут более-менее в спокойной обстановке. Потом приходит время, мы тех туда, этих сюда, и хорошо. Потом немаловажный момент, который тоже, может быть, обычным людям не интересен, а для нас важен. Вот. С учетом того, что у меня чистопородные животные, к моим козлам приезжают невесты. Вот. В общее стадо пускать их, ну, неправильно тоже. Мало ли там невеста. Может, она какая-то была легкого поведения, правильно? Вдруг там что-нибудь. А здесь ее вот помещение есть, загон есть. Козлу наладили, все, дружба сложилась, и слава богу. Теперь на ферме животных много. И если есть животные, есть и их истории. Так что идем знакомиться с новичками. Причем новичками буквально. Некоторым пернатым, например, всего пара дней. Но они непременно скоро подружатся и с общительными козами, и с остальными членами фермерской банды. Ну, простите, пожалуйста, ребят, я знаю, вам неприятно это все. Вот то, чего вы никогда не видели и не увидите. Это вот то, что в будущем будет красивым голубем или голубкой. Какая крошечка? Да, вот этой крошечки всего пять дней. Растут они буквально на глазах. Рождаются они, вот у них яичко маленькое, рождаются они вот 2-3 сантиметра размера. Вот такие вот. Вот за пять дней он уже, видите, какой. Динозавр. Это вот ребенок, которому уже... Подросший, оперился. Не топчи, не топчи, брата. Вот, видите. А красивый какой цвет у него. Уже живот набит какой, видите. Да. Здесь же тоже, видите, сколько уже его накормили, бедолагу. Утки домашние, вот, их называют или мускусная утка, или индоутка. Почему называют индоутка? Вот за шишки на... Как бы, как у индюков, шишки на носу, видите. Это вот селезни, это мальчики все с такими шишками. Но они, кстати, тихо так себя ведут. А я же говорю, это куры, которые... Это утки, которые шипят, но не разговаривают. Их называют в простонародье немыми. Вот. Также представлены гуси, вот, беленькие гуси. Это лучшая мясная порода, выведенная для домашнего хозяйства. Называется линда. Кролики тоже сопровождали всю мою жизнь, насколько это было возможно. Не было ни одного здесь ребенка, который бы равнодушно прошел мимо кролика. И не попросил, можно на ручки взять? Можно взять на ручки, Александр Петрович. И я тоже, я как ребенок. Да, вот вам. Вот. Он спокойный такой, хороший. Смотрите, какое у нас деревенское счастье. Хорошее. Лохматое. Лохматое такое. Расскажите, это кто, что за порода? Это просто декоративные кролики. Они небольшие, вот они вот, это вот максимально, которые они вырастают. Вот. Значит, есть, конечно, кролики еще более мелкие. Ну, на данный момент вот представленные есть. А вы имена им даете? Ну, я нет. У нас тут дети все время. А брат его такой рыженький или сестра? Нет, это у нас мальчик. А это у вас на руках девочка. А у меня девочка. Такая красивая, белоснежная. Будем звать ее Белоснежка. Белоснежка. Это основа нашего хозяйства. Вот. Здесь представлены козочки, вот в данном вольере, это аборигенные козочки. Вот. Они маленькие, небольшие, что особенно доставляет удовольствие. Когда вы приедете в очередной раз и попадете вовремя, у нас будут совсем маленькие козочки. Ну, весной малыши появляются. Да нет, тут уже ходят две красотки, видите, светленькие. И мама уже точно. Они такие крошки, мы сначала подумали, что они тоже еще малыши. Нет, они просто маленькие, мелкие. Это карлики. Ну, здесь у нас небольшой прудик. И вот наша вся водоплавающая братья с удовольствием здесь живет. Каждый день мне говорят спасибо. Ну, утки старшие сюда не лезли, не перелетали. Потом начала появляться молодежь. Молодежь стала пролезать через дырки и нахально обирать нутрий. Мы ложим им покушать. Братва бежит толпой. Все это подмели. И вы знаете, какая дружба сложилась? Посмотрите. Внутри и сутками вместе. Они в домике спрятались. И ночуют вместе, и едят вместе. У них теперь полностью все сложилось. Здесь живет семья. Живет папа и пять мам. Вот у нас уже детки появились. Ну, так получилось. Гарем, что поделать. Они за собой ухаживают день и ночь. Чтоб, не дай бог, где-то там шерсть свалялась и так далее. Поэтому с ними тоже интересно. И деткам очень интересно. Это как бы необычно. Вот пошла. Ага. Красотка. Вот она, красотка тоже такая. Да, она уже, видите, какая. Она тоже скоро мамой станет у нас. А мы заметили барышни в теле. Да, барышни у нас такие сейчас. У нас папа время не тратит зря. Отрабатывает свой хлеб. Мы в восторге от новоселов. Но еще очень хочется увидеться со старыми знакомыми. Козье царство на то и козье. Голубоглазые блондинки во главе с Леопольдом, может, нас и не узнали. Но приняли хорошо. Леопольд, правда, слегка вредничал. Но зато с какой харизмой он это делал. Леопольд, ну куда ты пошел? Ну что такое? Ну, язык, видите, высунул. Видите? Ну, слышите? Ну, видите, шерсть с дыбом, видите? Это он не рад. Это он нервничает, потому что его задача основная охранять стадо. Да, 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 да. Видите, язык высунул как. Да, моя хорошая? Вот. Вот он, наш красавец. Вот самый главный отец нашего стада. Вот. Вот там половина девочек, это его дочки. Слушайте, а почему вы его Лео назвали? А он по паспорту идет, Леопольд. Да. Это у нас, он немецкой крови. Вот. Это девочки наши бывшие, которые сейчас живут в другом хозяйстве. И приехали сюда на встречу с нашим Леопольдом. Да. Как проходит свидание? Свидание, вроде, все прошло хорошо. Справку, правда, не дали, но сказали, что все нормально. Да? Все хорошо будет? Вот так. Это что такое? Я не понял. Нервничает, видите как. Если подходишь утром рано, в козлятнике шум неимоверный, потому что они ночь ничего не ели, ну, жевали там соломку. И они, каждая из них пытается мне сказать, как она хочет есть. Вот. И перебивает своих подруг, и думает, что если я сейчас кому-то дал, то им не дам. Вот. А потом, соответственно, они уже успокаиваются, покушают, выходят, уже так иногда глазом на меня водят, полежат, отдохнут. К обеду проголодались, а опять в крик «Есть давай!» Начальник «Давай есть!» У нас с ними есть договор, подписанный на бумаге и отмеченный козлом. Я кормлю, ухаживаю, все, что им нужно по жизни даю. Они у нас гуляют по чистому лугу, едят хорошую вкусную траву, сено, солому, комбикорм. Взамен отдают мне козлят безвозмездно и молоко. Кто же не любит вкусно поесть? Точно не мы. И к дегустации сыра готовы всегда. Тем более, что одна коза по секрету рассказала, что теперь сыр стал еще вкуснее. Ведь Александр Петрович за это время освоил несколько новых рецептов. Когда идет много молока, сырым молоком продавать все не получается. И возникла идея, что делать. Куда делать богатый? Первый вопрос какой – это сыр. Сыр именно твердый, который может храниться. Кстати, вот этот сыр, которым я вам тверденький сейчас нарезал, это примерно с того времени, как вы уехали. Я с января уже начал. Ага, он дозрел. Да, я с января начал, с января вас угощаю тем сыром, который здесь был. За два раза выдерживается в вине. Получает такую красивую корочку и вбирает в себя аромат винограда. Причем не влияет совершенно на возможность управлять автомобилем. Правда, у вас сыр есть, я не знаю, может, если обкусать корочку, корочку с головки. Очень приятно, послевкусие. Да. Оказалось, что людям это нравится. Мне, конечно, отольстит, что мне вслед никто головки не бросает, и не нужно носить сзади кастрюлю железную, чтобы по спине не дали. Поэтому как бы очень удачно получилось. Ну, удача всегда, знаете, как говорил товарищ Карл Маркс, таланта один процент, 99 упорного труда. Конечно. Вы получаете удовольствие, когда сыр делаете? Я очень большое получаю. Я даже, знаете, никогда не думал, что я смогу получать удовольствие от того, что я произвожу сыр. Особенное удовольствие, когда сформирована готовая головка, и я ее укладываю на хранение. У меня ощущение полета. И вы знаете, какое будущее будет. Я сегодняшний день прожил не зря. В планах и мечтах осваивать и дальше новые виды сыров, а еще увеличить количество животных, посадить сад и вполне возможно заняться и другими направлениями сельского хозяйства. Ведь если с мечтами приходят и вполне четкие планы по их реализации, то это уже и не мечты, а руководство к действию. В моей жизни было, наверное, все, что бы я хотел. А сейчас я получил то, чего у меня не было. Я выхожу утром на свое хозяйство и захожу, когда уже темно. Все делаю с удовольствием. Ни в чем не чувствую никакого напряжения. Особенно, когда, чем еще отличается, все живое. То нутрията появились, то голубята появились, то козлята, то там еще что-нибудь. Ходишь и просто млеешь, просто закрываются глаза от удовольствия, как хорошо. Наше поколение было воспитано немножко в других категориях. Мы должны были работать, служить и бороться за счастье будущих поколений. Такая была политика нашего государства. Сейчас я имею право, и считаю, что это правильно, создавать себе собственное счастье. Вот дать возможность побыть счастливым. Вот здесь это место, которое ограждено сеткой. Это мой маленький мир, моя маленькая страна. И в этой маленькой стране я хочу быть счастлив. Также хочется сказать спасибо за идею. Проект о жизни и работе людей, занятых сельским хозяйством, сегодня очень важен. Будущее каждого человека зависит от того, что окажется на его столе. И все продукты, начиная от хлеба и заканчивая черной икрой, чаще всего производятся именно в селах. За год работы мы убедились, что все, что выращено в Крыму, это качественный и экологически чистый продукт. И ради этой уверенности мы продолжим снова и снова отправляться в крымские деревни и знакомить вас с открытыми и честными людьми, чье деревенское счастье в том, чтобы делать счастливее всех нас.